Рабочая часть заседания регионального парламента была насыщенной. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов. В Белгородской области появился новый уполномоченный по защите прав предпринимателей. Интересы бизнес-сообщества будет теперь представлять генеральный директор IT-компании SoftUnion Владислав Япончинцев. Также с сегодняшнего дня начинают действовать новые механизмы, позволяющие привлечь инвестиции в регион и создавать высокопроизводительные рабочие места. В парламентарии приняли законы о льготах по налогу на прибыль и налоги на имущество для организации участников специальных инвестконтрактов. Преференции получат промышленники, которые возьмутся за производство продукции, не имеющей аналогов в стране. Кроме того, депутаты приняли поправки в областной избирательный кодекс. Изменения несущественные, но вносят новшества в проведении выборов на местном уровне. Теперь они будут проходить по аналогии с региональными. Если раньше на выборах в представительные органы муниципалитетов избиратели могли видеть только тройку лидеров конкретной партии, то теперь в бюллетене будут рейтинговые кандидаты от каждого конкретного избирательного округа. Проведение выборов по смешанной системе в представительные органы муниципальных образований. Проектом закона предполагается перейти с вертикального на горизонтальный способ формирования единого списка кандидатов. Ну и как следствие изменится методика подсчета голосов. Методика, которая предлагается, она в данном случае сегодня используется при формировании или при подсчете голосов, когда избираются депутаты в Белгородскую думу. Также расширяются возможности кандидатов-одномандатников. Их избирательный фонд может быть теперь сформирован полностью из собственных средств. Ранее разрешено было вносить лишь половину. Продолжение следует...